новая земля увидел я новое небо и новую землю ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и море уже нет откровение 21 1 если пророк иоанн увидел новое небо и новую землю возникает вопрос что случится со старой землей библия отвечает нам и на это придет же день господень как тать ночью и тогда небеса с шумом придут стихи же разгоревшись разрушатся земля и все дела на ней сгорят 2 петра 3 10 однажды земля была разрушена богом водами потопа теперь же ее ожидает уничтожение огнем это есть конец нашей земли все на ней сгорит включая людей которые отвергли призыв господа ко спасению но давайте посмотрим что нас ожидает на новой земле и отрет бог всякую слезу сочей их и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло откровение 21 4 человеческий разум не в силах постичь великолепия которая наполнит новую землю и нет слов чтобы описать радость и счастье жизни спасенных более не будет больниц кладбищ тюрем не будет нужды в домах для престарелых для детей так как люди не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей говорит господь исае 65 25 и я и он увидел святой город иерусалим новый сходящий от бога с неба приготовленный как невеста украшенная для мужа своего откровение 21 2 домом для спасенных будет огромный город построенный из золота и драгоценных камней город с двенадцатью воротами из цельных жемчужин и стеной с двенадцатью основаниями украшенными драгоценными камнями и показал мне чистую реку воды жизни светлую как кристалл исходящую от престола бога и агнца среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни 12 раз приносящие плоды дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов откровение 22 1 2 самое прекрасное что ожидает нас это то что бог переместит свой престол на новую землю и нашего созданная планета приобретет статус столицы вселенной древо жизни и река жизни будут в этом городе через жизнь и смерть христа у нас есть возможность приобрести жизнь вечную река жизни будет вытекать от трона господня и нести жизнь всей земле древо жизни которое было в эдемском саду будет каждый месяц приносить плоды для всех спасенных и сказал сидящий на престоле все творю все новое и говорит мне напиши ибо слова сии истины и верны откровение 21 5 здесь мы видим обращение самого господа и это еще более убеждает нас что сказанное будет исполнена побеждающий наследует все и буду ему богом и он будет мне сыном откровение 21 7 нет ничего более достойного и ценного чем быть сыном или дочерью бога живого быть частью царской семьи восседать на троне отца вместе со христом побеждающему дам сеть со мною на престоле моем как и я победил и сел с отцом моим на престоле его откровение 321 сегодня еще не поздно прийти к богу и в смирении сердца позволить ему наполнить нас безграничной любовью и жертвенностью доколе говорится ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших как во время ропота евреям 3 15 какова участь тех кто откажется от спасения боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев и идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою эта смерть 2 откровение 21 8 здесь мы видим перечень излюбленных грехов многих людей с которыми они не захотели расстаться позволив им возобладать над собой обратите внимание что первые в списке боязливые то есть те люди которые поверили призыву божьему но побоялись стать на сторону христа дабы не огорчить членов своих семьи не расстроить друзей и служителей своих церквей чтобы не быть осмеянными миром все гряду скоро и возмездие моё со мною чтобы воздать каждому по делам его откровение 22 12 наш спаситель грядет на облаках небесных приготовив награду для каждого из своих детей те кто творил добро унаследует жизнь вечную а те кто творил зло не смогут избежать окончательной гибели и дух и невеста говорят приди и слышавший да скажет приди жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром откровение 22 17